Здравствуйте, мои дорогие и любимые раки! Это ваш второй прогноз на ноябрь 2022 года. У меня сегодня для вас часть колод, и мы с вами будем начинать с первой колоды. Называется она у нас «Золотое таро нового искусства». Вот такая вот карта. Колода, вернее. Ну что, я тасую карты. Смотрим. Что ждет наших дорогих раков в ноябре месяце? Какие события могут произойти? Что им нужно знать? Что Вселенная захочет вам сказать о ноябре месяце? Ну что, первая карта из этой колоды для вас. Пятерка. Пятерка мечей. Здесь конфликтная ситуация, спора, скандал, ругань или, может быть, вражда, внутренняя вражда. Будете воевать с собой, да? Может быть, здесь некомфортная ситуация, за что-то боретесь, отбиваетесь постоянно, защищаете себя. Но здесь даже если вы будете участвовать в каких-то разбирательствах или споре, здесь, знаете, как будто каждый человек захочет выйти победителем из этой споры. Вот такая вот еще ситуация. Сейчас вытащим еще одну карту и посмотрим. Карта звезда. Карта звезда. Здесь исполнение желаний, да? Здесь исполнится ваша заветная мечта. Что-то получится. Человек надеется. Человек надеется здесь, что он сможет. У него получится. У него он сможет что-то исполнить, сделать, поменять в своей жизни, дотянуться до своего желаемого, да? До своей звезды по этой карте. Но здесь, знаете, все-таки по пятеркам это у нас младшие арканы. Поэтому здесь даже, может быть, и будет какая-то внутренняя вражда или будут какие-то такие события, где произойдет какая-то конфликтная ситуация, да? Это все-таки младшие арканы. В итоге завершится это, знаете, в позитивную сторону, в вашу сторону. Потому что здесь вы станете этой звездой, да? У вас исполнится ваше желание. Или, может быть, наоборот, где у вас появится желание только, и вы поставите себе цель, цель достичь, да? Идти, стремиться, появится вера, вера в себя, в свои силы, в свой талант, что вы сможете, сможете достигнуть. Или можете этой звездой станете популярным. Или, может быть, будете, знаете, давать какие-то распоряжения, указания. Будете контролировать, может быть, какую-то ситуацию, да? Или выйдете победителем из этой споры, из этого конфликта. Следующая колода у нас с вами на сегодня. Это у нас ведьмочки. Повседневная таро ведьмочек. Такая вот колода. Двойка. Двойка Пентакли. Здесь, может быть, нестабильная финансовая ситуация у кого-то. Может быть, нужно будет принять какие-то важные финансовые, знаете, вопросы, может быть, решить или решения, принять какие-то финансовые здесь, да, по этой карте. Потому что здесь как будто еще, знаете, карта выбора. Потому что здесь именно дуальность. Выбрать что-то нужно будет по этой карте. Или, может быть, как вторую работу. Или иметь что-то второе здесь. Или делать какие-то ценные покупки, да, приобрести что-то второе, как одну, например, что-то уже есть, но человек хочет второе. Или брать какие-то дополнительные финансовые ответственности на себя по этой карте. Как, например, суды какие-то, кредиты, например, да. Сейчас вытащим еще одну карту. Или, может быть, еще здесь, кстати, хочу добавить, нужно будет строить финансовый план. Да, здесь нужно будет тщательно что-то обдумать, проанализировать, может быть, ваши приходы, ваши расходы по этой карте. И нужно будет принять решение построить финансовый план, прежде чем, может быть, что-то делать. Сейчас вытащим еще одну карту. Здесь у нас четверка, четверка Пентакли. Человек держится, человек держится за то, что у него есть. Здесь есть стабильная финансовая ситуация. Здесь человеку комфортно. Но он не транжир, он хочет собрать. Он хочет собрать какую-то сумму денежек, да, потому что здесь ему очень важно. Он, может, хочет принять какое-то финансовое решение или составить какой-то финансовый план для того, чтобы, может быть, сделать какую-то ценную покупку или сделать какие-то инвестиции или приобрести недвижимость, например, да. Потому что человек здесь держится за свои сбережения, он не хочет тратиться, он здесь будет немножечко скуповатым, может быть, в ноябре месяце, потому что он не захочет тратиться, да, он хочет что-то отложить, сберечь для каких-то, может быть, дальнейших инвестиций. И поэтому здесь он будет принимать решение строить финансовый свой план. Вот такая вот карта. Даже если он захочет потратиться, он здесь будет тратиться очень умеренно, не только на необходимое. Такая вот карта. Следующая колода у нас с вами на сегодня, это у нас зеленые ведьмочки. Здесь у нас семерка, семерка мечей. Как будто здесь кто-то что-то за спиной, может быть, делает, да, может быть, неверен, играет нечестную игру, может быть, что-то узнаете, что-то выяснится, проявится, станет ясным, да, здесь проявится что-то, потому что здесь как будто человек обманывает вас или что-то делает за вашей спиной, то, что вы не знаете. И здесь что-то выяснится. Сейчас вытащим еще карту. Паш, паш, чаш. Здесь, может быть, получите новость. Это карта эмоций, да. Здесь, может быть, получите какое-то сообщение, где вызовут эмоции здесь. Или еще здесь один вариант может быть, потому что по пашам это у нас еще начинание. Новые начала, возможности какие-то новые, да. Что-то начнете делать. Может быть, у вас талант, да. Может быть, на самом деле вы пишете картину. Вы художница или художник. И здесь, может быть, кто-то будет присваивать вашу идею. Что-то присвоит ваше в этой карте. Или, может быть, здесь именно вызовут эмоции. Получится какое-то сообщение, новость, что-то выяснится. Как проявится, что прояснится, что этот человек не верен, не честен с вами. Что-то делают за вашей спиной. И здесь вы об этом узнаете. И здесь вызовут эмоции по этой карте. Вот. Или что-то, может быть, еще связанное с вашим ребенком. Или, может быть, новость, может быть, о беременности тоже. По этой карте, кого интересует. Внезапно получите новость. Но совет по этой карте здесь, самое главное, не делитесь. Если вы будете, на самом деле, работать над каким-то проектом, что-то начинать в своей жизни новое, то здесь не нужно ни с кем делиться, чтобы никто не присвоил вашу идею, не украл вашу идею, да? Не подставил вам ножку. Или нанес вам удар в спину. Поэтому здесь лучше не рассказывать свои планы, не делиться. Держите это при себе до тех пор, пока вы не реализуете то, что вы хотите. Следующая колода у нас с вами на сегодня. Это у нас Эдгар Коу. Сейчас покажу колоду. Вот у нас Эдгар. Здесь у нас Королева, Королева Чаш. Может быть, это вы, дорогие раки, да? Потому что здесь водная стихия. Здесь рыбы, рак или скорпион по знаку зодиака. Может быть, здесь будут какие-то предчувствия, интуиции. Может быть, будете прислушиваться к своим интуициям. Может быть, будут сниться какие-то вещи и сны. Может быть, будете разговаривать по душам. Делиться с кем-то. Кто-то, может быть, будет вас выслушивать. Или наоборот, где вы будете слушать кого-то, поддерживать кого-то эмоционально, морально. Либо, может быть, у вас будет такое состояние, где вы захотите, чтобы вас послушали и поддержали. Такая вот карта. Или, может быть, захотите даже поехать. Поехать к морю, отдохнуть. Потому что будете чувствовать немножечко себя эмоционально. Четверка. Четверка мечей. Четверка мечей здесь, это еще, знаете, отдых. Тайм-аут. Здесь нужно, может быть, отдохнуть. Может быть, это карта на самом деле отпуска, ретрита. Может быть, поедете куда-то к морю. Потому что нужно сделать перерыв. Потому что человек переутомнился, он не высыпается, он не отдыхает. И здесь ему, может быть, нужно высыпаться, отдохнуть. Или сделать себе перерыв. Или взять отпуск, поехать в санаторий, в витрит. Или заняться своим здоровьем. Потому что здесь может быть плохое самочувствие. Или, может быть, здесь человек, может быть, получит какие-то новости по этим, по пажу чаш. И здесь вызовут эмоции. И человек может решить сделать паузу в каких-то своих делах. Потому что он решит дать себе возможность продумать, обдумать следующий шаг действия. Может быть, он не хочет это делать на эмоциях. Может быть, он даст себе немножечко время остановиться для того, чтобы подумать. Или немножечко здесь как карта ожидания может проиграться. Ждете что-то от кого-то. Следующая колода у нас с вами на сегодня. Это у нас второй провидца. Четверка, четверка жезлов. Это у нас праздник, это у нас прогресс, движение, продвижение, успех. Это семейная карта, семейный очаг. Когда здесь этот дом, это недвижимость, покупка недвижимости, может быть, переезда, новоселье, торжество, праздник какой-то здесь. Есть повод что-то отметить. Может, произойдет какой-то прогресс в ваших делах, в ваших действиях. И здесь именно вы будете делиться. Делиться с окружающими, с семьей, что-то с семьей вместе делать, праздновать. Может быть, вас пригласят на какой-то праздник, на какое-то веселье. Потому что здесь есть повод для того, чтобы что-то отметить, веселиться, праздновать. Праздновать вот этот успех, вот эти достижения. Сейчас вытащим еще одну карту и посмотрим, если трактовка поменяется. Константы карты. Тройка. Тройка жезлов. По жезлам, знаете, это огненная стихия. Мы всегда загораемся. К нам приходят новые идеи, новые мысли, возникают новые желания. И здесь человек именно, он собрался, он отправился в путь. Он уже что-то делает для того, чтобы реализовать. Потому что он построил план, он не оглядывается назад, он идет вперед, он действует. Он уже смотрит, что там впереди его ждет, да. Что он может создать, какую жизнь он себе создаст, что он сможет поменять в этой карте. Поэтому здесь именно он движется, движется к прогрессу, он уже что-то делает. И здесь он получит результат, потому что он пойдет по плану. Он пойдет по своему плану, он будет действовать, реализовывать, делать что-то. И в итоге он получит результат. Потому что это приведет его к прогрессу. Также здесь может еще быть что-то связанное с переездами, с путешествиями, с обучением, может быть. Такая вот карта. И последняя колода у нас с вами на сегодня. Это у нас сторон мистических моментов. Вот такая вот колода. Двойка. Двойка Чар. Здесь партнерство, здесь отношения. Знаете, если вы свободны, здесь будут отношения, найдете себе партнера, свидания. Здесь взаимопонимание, здесь любовь, здесь поддержка, здесь теплота. Такая вот карта. Также еще здесь может быть сотрудничество, да. Здесь может быть собрание, сделки, переговоры, подписка контрактов, перемирие может произойти. Также здесь по этой карте. Это очень успешная и удачная карта на подписки документов, контрактов, сделок, переговоров каких-то. Такая вот карта. Такая вот карта. Вы что-то умеете делать, да. Вы уже мастер своего дела, вы специалист. Здесь, может быть, вы ищете, ищите работу. Или, может быть, у вас свое дело, у вас появится клиент, который вам заплатит. Потому что здесь как будто заключите какую-то сделку. После каких-то переговоров вам дадут контракт, да, заплатят какую-то сумму денег здесь, если вы ищете, естественно, работу. Вот. Но здесь именно как будто человек уже, у человека есть стабильная финансовая ситуация. Он зарабатывает регулярно. Он умеет что-то делать. Он специалист. Может быть, он планирует сделать свой бизнес, да. Может быть, он вместе с партнером что-то будет вместе делать, да. Вместе начинать что-то с кем-то делать и зарабатывать. Вот. Или сделаете сделку, получите контракт и начнете зарабатывать. У вас произойдет стабильная финансовая ситуация, да. Или, может быть, еще здесь, знаете, где это будет не связано с вами, да. Может быть, наоборот, где вы будете искать, нанимать кого-то, какого-то опытного специалиста, чтобы кто-то что-то делал вам, помогал, да, поддерживал вас. Или, может быть, в плане бизнеса. Или, может быть, вы будете делать, например, ремонт и нанимать бригаду какую-то специалиста, чтобы он вам помог что-то оформить по дому, да. Потому что вы захотите делать ремонт или интерьер-дизайн будете менять. Вот. Вот такая вот карта. Вот такой у нас с вами получился расклад, мои дорогие раки. Я желаю успехов и удачи в ноябре месяце, везения, счастья, крепкого вам здоровья, радости, прогресса, достижения в ваших всех делах, реализации ваших планов. Если вы до сих пор не подписаны на моем канале, я буду очень благодарна, если вы подпишетесь. Заранее благодарю вас за вашу поддержку. Огромное большое вам спасибо за ваше внимание. Большое вам спасибо за все. Пока-пока.